А пока вы голосуете, продолжим рассказ о центральных событиях дня. Экологи у Соли-Сибирского бьют тревогу. В Ангару вместе со стоками с одной из промплощадок попадают химикаты. Реально ли узнать, кто именно загрязняет реку и чем это может грозить растениям и животным, расскажем прямо сейчас. Ведерко на веревке не баловство, а вполне серьезный забор проб воды. Проводит его муниципальная экологическая комиссия. С целью узнать, насколько безопасны для Ангары ливневые стоки. Обследуют их раз в год в районе промышленных предприятий. Например, местные автоколонны и химпромплощадки. Уже через несколько часов лаборатория выдает результат. Две пробы из четырех могут убить рыбу, растения, микроорганизмы. Концентрации вредных веществ превышены в десятки раз. Но вот кто именно сливает фенол и нефтепродукты, можно только догадываться. Стоки сбрасываются, допустим, тоже химпромом, который не имеет разрешения на сброс стоков вообще. И, надо полагать, они платят в таком случае за превышение стоков. За превышение предельно допустимых концентраций предприятия обязаны платить компенсацию. Список потенциальных загрязнителей известен, но кому из них предъявлять претензии, не могут разобраться еще с прошлого года. Уже тогда по результатам анализов были выявлены похожие превышения ПДК. Но виновных так и не установили. Ведь заборы проб проводили после того, как вода прошла общий коллектор. Нам важно сейчас понять именно, откуда они идут. Потому что в том же 2014 году схема промливневой канализации, вот так вот, чтобы точно и четко было понятно, откуда, что, чего и как, ну, во всяком случае, в администрации города ее не было. Сейчас важно очень понять, именно откуда поступает. Это стоки либо с промплощадки, либо это новые какие-то действующие предприятия, либо еще что-то. Еще экологи хотят обратиться в Росприроднадзор. Но ведомство наверняка потребует назвать загрязнителей. Поэтому пока никто не может сказать, когда в Ангару перестанут сливать отравленные стоки. Надежда Казакова, Лада Рыбакова. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин